Итак, мы продолжаем И какая же здесь залипательная музыка Я просто залип, но Блин, придется, придется идти дальше И смотреть, что там А там точка восстановления Помогите Спасите Пожалуйста Можно не надо Или если надо Если вдруг надо, можно куда-то сюда Точку переноса Куда-то вот сюда, чтобы я мог сходить Скрафтить тебе новое оружие и все такое А можно не надо Я слишком молодой Для всего этого Я не хочу погибать Ой, ну это Битва с кем-то, с чем-то С куда-то Поехали Но я не хочу, чтобы вы знали Музыка Она что-то предвещает Привет тем, кто только-только К нам присоединился Оля Фарина? Как ты здесь очутилась? Кстати, глаза 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 ее Ее глаза не излучают Никакого совета Ага Она будто даже не знает Где находится Точно У нее лицо Как у тех солдат На которых мы наткнулись Снаружи И у нее ядро Тьмы Ну что за евангелион-то Это призыв? Быть того не может Она никогда не обладала Подобными силами Позже выясним Сперва разберемся с этим А давайте сначала выясним А потом с этим разберемся Ну-ну Бля 237 КХП Богомол Плачет где-то там В сторонке Аля ты крыс Там ядро сверху Нужно, чтобы шион По нему чем-то жмыхало Так Это все хорошо Агрессивный бой Пожалуй Наверное Нам в этом случае Должен как-то помочь Жарим ядро Жарим ядро А потом смотрим Что он делает Пока не важно Что он там может Просто сразу Агрессивный бой А там будет видно Так, шон По ядру По ядру Пожалуйста Пожалуйста По ядру Вот прям по ядру ему Так не Такие навыки Здесь Наверное В смысле Он не попал Парень Или нет Это не у парня Проблема с хитбоксами Может это у меня Проблема с хитбоксами Но кто-то здесь Явно читерит Ай-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Как зря Я это А нет Ладно Зря я в смысле Паниковал Ост на мобил Ост на мобиле Уже давно Еще с релиза игры Когда я услышал Еще первые классные треки Которые мне очень понравились Да он серьезно Не попадает Своей вот этой Размашистой атакой Которой он По всем критериям Должен был Казалось бы По мне попасть Но он на моей стороне Парень Прости Если что не так Мы ему ядро Кстати Хрустнули Давай Кирита Давай Гаси Но не сейчас Валим Неподходящий момент Был Простите Боник Так Ядро заспавнилось Я вижу Я вижу Ага Боник Полежи Немножко Снова Боник Погнали 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 Снова там Минус ядро И снова По моему Пара Валить Это босс Он очень легкий Он какой-то Стремненький Знаете Он даже Не вызывает Никакого Ощущения Того Что Блин Ядро Брось Заспавнилось А Ткнуть По нему Нельзя Точнее В таргет Его взять Нельзя Ладно Будем тогда Считать Что ядра Нет Эту штуку Даже боссом Особо Не назовешь Она Слишком Медлительна Для босса У нее Слишком Предсказуемые Паттерны И Барин Не К богомолу Я еще Не готов Не Ну хотя Когда я Срезу С Ленегиса Я возможно Уже буду готов К богомолу Потому что Мы здесь Насобирали Целую кучу Новых ресурсов Которые Нужны нам Для крафта Нового оружия Так что Как знать Как знать Так Не Пока Ультовать Туда Не будем Пока Просто Покурим Где-то В сторонке Пока Он там Бесится А он Никирито Вот и Бесит А Хотел бы Я сказать Что Никирито Вот и Бесится Так Давайте Ка Мы Дадим Все-таки Жару Боссам Они Вот та Стратегия Которая У нас Сейчас Стоит Потому что Наши Ребята Слишком Отчаянно Бросаются В бой Бля Угора Сделажа Попасть Под эту Говну Нет Ядра Еще Нету Эта Штука Это Телепорт А Че Аж Вы Молчали Та Ладно Погнали Зачем Я Это Сделал Не Знаю Но Самое Время Сейчас Смысле Ха 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 А мы Не можем по сути никого поднять-то Ата-та-та-та-та-та Лоль Ладно, давайте хотя бы себя похиляем Накладочка вышла Косяк, ребята, косяк 90к хп вдвоем Нет, это не серьезно, это не реально Ааа, у Ринвел одно хп Ааа, ха-ха Ай, бля Так, Ринвел, погоди, сейчас мы его опрокинули Пока он опрокинут, я быстренько хилю тебя Ну и мы погнали, собственно О, погодите, а че это, а че это, а че это О, 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 стоп, 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 изменить У нас Дахалим хил, да? А, нет, стоп, так Дахалим хил Я понимаю, что Дахалим хил, но Дахалим мертвый Он был у нас в группе Мммм Так, теперь мне нужно себя Срочнейший хильнуть Потому что больше здесь меня никто не хильнет Так, погнали Ну а теперь это все дело осторожненько, осторожненько А, воскресить, к сожалению, я их и не могу А может и могу, но не знаю как Та-дам Та-а, пускай лежат Пускай отдохнут, они и так сделали уже слишком много На самом деле Желе? Ха-ха Желе не воскрешает К сожалению Оно только лечит Ууу, фу фу Хулиганка, слабыми? Го, высокую сложность Давай Там, да, там, там Боссы очень слабые Да, 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 да На харде слабые Ну, не знаю, ну не знаю Валим А, если не упарываться в грин То боссы здесь ну нифига Нелегкие Кстати и да Сейчас хард это не максимальная сложность Так держу в курсе А есть уже сложности повыше Что я делаю дурак Сейчас бы на 19 кхп умереть Ну что же Малышка Ринвал Что мы с тобой можем Да мы можем Давай его убивать да и все Че париться Кто он а кто мы Давай погнали Сейчас бы какая то тварь нам лицо еще ломала Погнали погнали Давай сейчас еще пухуня присоединится к нам Чтобы нанести решающий удар Осталась только она Фарина Ты меня слышишь Фарина Осталась только она И я с Ринвал Я не хочу Она готовит Еще один призыв Она не может контролировать Приемы такой силы Если это не прекратится Ее тело долго не продержится Да там в груди Вся астральная энергия хранится Не иначе Прости меня Бонник Да уж Тепленький прием Нам прием Все хорошо Да она без сознания Но в остальном ничего страшного Да я не про нее А про тебя Шилон Ты ее извлечишь? Прошу тебя Могу попробовать Но не обещаю Что она снова станет собой Когда проснется Не забывайте Что нас здесь Даже быть не должно Может лучше Перенести ее В более безопасное место Куда-нибудь В таком случае Я ее заберу Авакир? Что ты здесь делаешь? Мне стало интересно Что у тебя за дела такие И я проследил за вами А еще услышал По дороге Твой рассказ о том Что на самом деле Произошло с Тарнигеном И ты поверил? Но ты ведь Но ведь я мог солгать Да ну Я все-таки Неплохо тебя знаю Да халем Фарину я заберу Не беспокойтесь Не стану спрашивать Что у вас тут за дела Но надеюсь Что все пройдет хорошо Спасибо Хороший у тебя друг Он ничуть не изменился Авакир никогда не выделялся из толпы Всегда держался где-то сзади Всегда пересиживал Всегда переживал за остальных Фаринаша Самые близкие мне люди Всегда страдают Только не говори Что ты серьезно винишь себя В произошедшем с ней Кто-то добрался до нее Чтобы нанести таким образом удар мне Тот, кто знает меня достаточно хорошо Чтобы понять, что я Что я не смогу ответить То же самое случилось с тобой Ни ты, ни Фарина Не потеряли бы тех, кого любите Если бы не я Не обманывайся Моего брата убил Келзарик По приказу Алмидреи А что касается Тарнингена Он до сих пор был бы жив Если бы не борьба за корону И весь ваш проклятый уклад Который позволяет подобное Но поэтому ты и хотел Положить конец этой системе Не забывай Верно Я не вижу другого способа Искупить грехи Кроме как избавить от нее Наш народ Такое не искупишь, Дахалим Я знаю, что тяжело Слышать подобное Но никакое искупление И сознание Не вернет назад Тех, кого уже нет Они уже не смогут Тебя простить Предлагаешь просто забыть о том Что я наделал? Ничуть Наоборот Ты должен помнить И жить Не ради погибших Но ради тех, кто еще жив Ради тех, кто еще жив? Верно Пока мы еще дышим Мы сможем что-то изменить Для жизни других И их жизни Дахалим Это же и есть жизнь Возможность что-то изменить Ответственность Несут не самобичевание За ошибки прошлого Не самобичеванием За ошибки прошлого А исправлением того Что еще можно исправить Именно Надо жить завтрашним днем А не вчерашним А еще Жить ради себя, Дахалим И ради перемен Которые можешь совершить Я постараюсь Не забывайте Что у нас еще Тайна Запретной зоны Не раскрыта Спасибо Я бесконечно благодарен За то, что ты сделала Для Форины Рада, что смогла помочь Ой, 44 уровни Кстати Уже получены Кстати, кстати, кстати А если уж Я считаю Неплохо Я считаю Плохо Прекрасно Чудесно Но не для этой локации Пойдет Так Ну что Поехали Команду воскресить Команда воскрешена Нюб Вообще-то Она всегда воскрешается Да Держу в курсе А вот похилить бы их Не мешало Что такое, Ринвал? Ты опять что-то слышишь? Да Снова этот голос Воля астральной энергии Самой Даны Ловите флешбеки Церемония Церемония Что? А откуда идет столько астральной энергии? Да Да Она еще и как будто Живая А это ли не высасывание Энергии из Даны? И тот пожар И те разрушения И весь прочий бред И весь прошлый хлам Это ли не было Тем самым Вот то, что сейчас Произошло С Иреной? Это все началось После победы Над Волреном Волрен был правителем Если это так То еще должна быть Однодел... Не начали ли Они Тогда 300 лет назад Выкачивать Энергию Из Даны И не остановил ли Это выкачивание Тогда в свое время Алфен Запятнав свои руки В крови Погодите Погодите Теория Имеет место На жизнь Раз уж мы Заговорили О Большом потоке Астральной энергии Оно еще и живое Теория Теория Вот нихера Это необычная мирная церемония, да? Вот ни разу Ни разочечку Это церемония духа Нет Нечто большее Что это вообще такое было? Казалось, что все вот-вот Что весь мир сейчас Уничтожится То же самое было в видениях Которые посылают мне шипы Непроглядная тьма Поглощающая нас И все сущее Бездна Совершенно пуста Настолько полное И всеобъемлющее Ничто Что никакого слова Нет такого слова Которое бы это описало Значит Ты такой конец света Видела Зная, что все Настолько плохо Думаете Сейчас Это были Воспоминания Наоре Кстати Алекс Фоктяш Может Также Банить Да И за то Что ты Спойлеришь Разрушение Теории Выдвигаемых По сути Это тоже Является Спойлером Вдруг Если ты На секундочку Не знал То это Тоже Спойлер Просто Держу В курсе Информация Важная Похоже На то Словно Мы Слышали Ее мысли По крайней мере Это точно Не мои А сила Что в нее Втекала Напомнила Шипы Шион А если Именно Они Послали Видения Тогда Может Мои Шипы Сделаны Из Астральной Энергии В таком Случае Мы Нашли Связь Между Ними И Тем Что Произошло Здесь Триста Лет Назад Даже Не Связь А Вполне Вероятно Причину Тех Событий Я Никогда Не Чувствовал Такой Сильной Астральной Энергии Думаете Если Из нее Жи Сделаны Твои Шипы То Это Должна Быть Астральная Энергия Тьмы Так Она Жи Есть Только У Риньян Да Ей Обладают Лишь Риньяне А Если Собрать Достаточно Астральной Энергии В одной Точке У нее Появляется Своё Сознание Тогда Может Полное Уничтожение Всего Это Именно То Чего Хочет Риньянская Астральная Энергия Но Почему Не знаю Да и вообще Воля Это же не то Что можно Пощупать Скорее Просто Ощущение Такое Это Как Воля Даны Воля Даны Тоже Создана Из Астральной Энергии Так Если Она Посылала Нам Видение Слушайте А стоит ли Нам Вообще Так Глубоко В это Лезть Воля Даны Никогда Не захочет Уничтожения Всего Ты же Не можешь Утверждать Наверняка Да Перестаньте Перебранки Из-за собственных Теорий Никуда Нас Не приведут Продолжим Путь А если Эти воспоминания Показывают Нам Волю Даны То Я Понимаю Ее Мотивы Не Больше Вашего Но Хочу Их Узнать Раз Она Может Привести Нас К Правде Согласен Сейчас Остается Только Идти Вперед Если Мы Видим Настоящие Воспоминания Наоре В них Может Найти Что-то О чем Я Даже Не Подозревал И Наверное Наверное Мне Не так Нужно С этим Столкнуться Да Простите Меня Пойдем Так Погодите А все Таки Это Нужно Сделать Будем Мы Ходить В Костюме Кирита Уже После Того Как Мы Пройдем Игру Уже После Того Как Мы Увидим Финал А пока Возвращаемся Ну Я бы Сказал Наверное Относительно К Канону Так Где Наша Тиара Ага Так И Последнее Что Осталось Это Наверное Сделать Ну Как То Вот Так Ох Сколько Всего Непонятного Так Стоять Да В смысле Вот Оно Наконец Я Узнаю Правду Ошибах Шион И О собственном Прошлом Надо быть готовым Ко всему Что бы ни Случилось Надо быть готовым Сходить к торговцу И скрафтить Новое оружие Алфин Это важно В данный момент Это Только Вперед Серьезно Без Предметов А вы Не Охерили Господа А это Пошло Я Обязательно Спашу Спасу Шион И Дано И Это Решение Уже Ничто Не Изменит Кроме Отсутствия Предметов С помощью Которых Я Смог Б Воскресить Своих Товарищей Которые Обязательно Падут В Бою Аминь Будет Боль Пешка Фарина Думаешь Фарина И Впрям Кто-то Управлял Ага Похоже На То Вопрос Только Кто Женщина В Красном Думаю Это Тот Ж Человек Что Стоит За Всем Этим Кем Б Он Ни Был Не Важно Управлял Ей Кто-то Или Нет Важно Что Она Искренне Меня Ненавидит Тот Кто Ее Использовал Знал Что Нам Придется Сдерживаться Это Нечестно Зато Теперь Стало Ясно Кто Тут На Ленегисе Наблюдает За Нами Что Кто-то Тут На Ленегисе За Нами Наблюдает И Не Желает Нам Ничего Хорошего Вне Всяких Сомнений Атака Была Направлена Именно На Нас И Это Кто-то Способный Завладеть Разумом Другого Человека И Управлять Им Как Марионеткой Значит Нам Нужно Найти Его Как Можно Скорее То Видение Такое Чувство Что Оно Было Предназначено Именно Нам И Что Ты По Этому Поводу Думаешь Считаешь В этом Как-то Замешана Воля Дана А Может Видение Пыталось Нам Что-то Сообщить Но Что Дело Попахивает Мистикой Вы же слышали истории о знаках с того света Призраках О всяких таких сверхъестественных штуках Твоя гениальная теория, блин Думаешь Нас преследуют привидения? Лоу, ты серьезно? Погоди Возможно Его версия намного ближе к истине, чем ты думаешь Что если мысли и деяния человека Оставили неизгладимый отпечаток в ауре этого места? А люди С тонким восприятием Чувствуют остатки этой энергии Думаешь Мы видели отпечатки? Знаки, которые кто-то оставил тут специально? Я лишь рассматриваю варианты Утверждать, что это была воля Даны Или остатки сил правителя и девы Я не могу Погоди-ка Хочешь сказать Большое скопление астральной энергии В одном месте Может показать нам события многовековой давности? Стоило бы задаться вопросом Откуда тут взялась такая концентрация астральной энергии? Вряд ли она появилась здесь случайно Как бы то ни было Энергия оставалась тут на протяжении трёхсот лет И её прежний владелец очень хотел, чтобы мы получили послание Очень Наури Очень хотела, чтобы мы узнали правду Спидбой, привет Наури, Наури Флакрит, тоже привет Так, ладно, хорошо Это не выглядит как какая-то зона Хотя выглядит Здесь вполне могут быть Опять же места Где нам придётся Потыкаться с боссами Но опять же здесь я не вижу Никакой точки переноса Я не вижу здесь торговцев Я не вижу здесь ничего, что могло бы мне как-то облегчить жизнь на данном этапе Придётся страдать Ну а куда деваться-то Так, ну-ну-ну, Алфин сам нас повёл в эту комнату Это место Похоже на исследовательский центр Лаборатория, скрытая от посторонних глаз в запретной зоне? И почему меня это не удивляет Кажется, тут никого нет Нужно тут всё проверить А вдруг найдётся зацепка Особенно вон те криокапсулы А для многих жителей Ленегиса Попасть в запретную зону Предел мечтаний И вот он я Стою посреди священных чертогов Выходит, сюда даже лордам нельзя Вход только для избранных? Ага, для избранных А тебе не кажется странным, что Во многие места тут может пройти только правитель? Ещё как кажется И ладно бы в одну только комнату Но тут же огромная площадь Удивительно, что место ещё не покрылось паутиной Кем бы ни был этот правитель Одному ему явно не справиться с уборкой такой территории Неужели никто не упоминал об этом, когда ты была маленькой? Не, не припоминаю С другой стороны правителей Запретная территория Не самая подходящая тема для беседы за столом Запретная зона Священное место Объединённое тайной связью с правителем Чертоги истинного правителя Что... Что давреет над всеми риньянами По крайней мере Так мы думали Точнее Так нам внушали Пришло время поднять за весу тайны И узнать, что же на самом деле скрывает это место И почему так долго сюда никто не мог попасть Согласен Эм... Такой же стол Такие же столы Все вот эти столы Мы видели в первых воспоми... Блин, ну если бы здесь напротив был коридор Это место один в один Так погодите А остальные комнаты Это может оказаться... Это будет комната Алфина Где будет стоять стол А здесь... Вот здесь будут стоять три монитора Да Это место из наших воспоминаний В первых флэшбеках Алфина В самых-самых первых Вот самых первых Когда мы только разобрались с Волреном Операционный стол Несомненно, многие из лежавших на нем Так никогда и... Не очнулись Да, да, да Я узнаю, похоже, это место Кажется, я могу это включить Ну как? Разобрали чего-нибудь? Похоже, это записи исследований И тут их целая куча Некоторые проводились сотни лет назад Так, посмотрим, посмотрим Соединение, способное управлять астральной энергией Даниан И преобразовывать ее стихийную и молекулярную структуру Создание главной руководящей фигуры Образом и подобии, напоминающей Данианина Кодовое название Поровитель Поровитель Образом и подобием напоминающие Напоминающие Данианина, так? От этой формулировки у меня вопросов опять больше, чем, блин, мы получаем ответов Это еще не все Исследование стабилизирующих свойств кристаллов с целью безопасного хранения в них астральной энергии Должно быть, речь идет о главных ядрах Здесь полно исходных данных Наверное, и записи о Деве и Лордах найдутся О Лордах? С чего бы? Смотри, гербы Лордов образуют единое целое со знаком правителя и Дева Да и не стоит забывать, что претендентов на корону выбирают из самых обычных жителей Рены Возможно Сириняне, сами того не подозревая, стали жертвами некого эксперимента А что насчет правителя? А есть еще что-нибудь? С чего бы начать? Тут столько всего Я не успел прочесть лишь заглавие Я успел прочесть лишь заглавие Чтобы в этом разобраться, нужно профессиональная... Постойка Да, нашел что-нибудь интересное? Тут целый список имен под заголовком «Испытуемые объекты» Проект, проект, правитель Мне продолжить? Читай дальше Тут перечислены десятки, нет, даже сотни подопытных И все эксперименты закончились неудачей, хотя, кажется, есть один успешный Испытуемый 1273 Это именно он Да, я помню этот код Раса неизвестна Уникальная приспосабливаемость Генерация неизвестна Имя... Раса неизвестна? Да нянин, не? Не? Нет? Имя... Алфен Алфен Они переделали меня Все нормально, правда? А что стало с другими? Или я один такой? Испытуемый 10105 Раса неизвестна уникальная приспосабливаемость Генерация неизвестна Имя Волран Волран? Значит Он стал правителем лишь потому, что кто-то специально создал его таким Он последний За все эти 300 лет удачных Удачными оказались лишь два эксперимента Результатами которых стали вы с Волраном А что насчет победителей борьбы за корону? Получается, что в итоге никто из них не стал правителем? Получается так После победы в борьбе Будущий правитель должен вернуться на Рену И править всеми территориями Когда новый правитель избран Прежний монарх Вынужден покинуть престол И провести остатки дней на Рене По крайней мере Так нам говорили Однако Согласно этим записям За всю историю существовало всего два правителя И ни один из них не принимал участия в борьбе за корону Все это было ложью Получается, что на Рене нет правителей Борьбу за корону организовали не для того, чтобы Избрать нового монарха И ее придумали для осуществления иной цели Сбора энергии Но даже если так Кто-то же должен был стоять во главе последние три века Если это не правитель, то кто? И все это время борьба за корону продолжалась Хотя правитель уже давно был избран Получается, кто-то на протяжении трех столетий поддерживал эту ложь Уверен Он же стоит за всем этим Может, женщина в красном? Не исключаю такую возможность Но это еще не значит, что весь план лишь ее рук дело Она могла работать не одна Ей бы потребовался пособник тут, на Рене Но так или иначе, она как-то замешана во всем этом А в записях, случайно, больше нет информации, которая могла бы нам пригодиться? Вроде бы нет Одни файлы с результатами экспериментов И ничего, что подсказало бы нам Кто автор этого гениального плана и какую цель он преследует Но я... Но я не вдавался в подробности Вряд ли у вас получится тут что-то разобрать Но можете взглянуть, пока мы здесь Не откажусь Да, здесь Алфен и стал правителем Так, выбрать тему Правитель Правитель выполняет роль центрального устройства управления Ленегиса Для проведения церемонии духа Правитель получает допуск уровня 2 и личный герб Да, сдается мне... Угу, угу Все это для начала того, что уже было В основе его создания лежит Данианский индивид В теории, идеальный кандидат должен обладать предрасположенностью ко всем астральным стихиям Однако, по статистике, подобные субъекты крайне редко встречаются в реальных условиях По этой причине большинство подопытных умирает во время адаптации А стабильное состояние выживших не гарантировано Эта нестабильность вкупе с навыками правителя Владеть астральными приемами представляет угрозу безопасности Ленегиса и требует контроля Поэтому при использовании правителя в церемонии духа Должны применяться вспомогательные стабилизационные механизмы Примечание первое Эффективные альтернативные методы для проведения церемонии обнаружены не были Разрешено продолжать... Разрешено продолжать опыты на Данианах Примечание второе Регулировка Объекта 2 прошла успешно Дальнейшие изменения приостановлены Пока ведутся дополнительные наблюдения Окей, а что касается Девы Дева выполняет роль вспомогательного механизма для правителя при проведении церемонии духа Дева получает допуск уровня 2 и личный герб Ее функции выполняет ренианский индивид Он дает правителю дополнительную астральную энергию тьмы Которой не хватает для связки со сальмой рены Во время церемонии Дева частично отвечает за преобразование астральной энергии А также за стабилизацию силы правителя Также, согласно наблюдениям, близость Девы с правителем положительно сказывается на уровне стабильности обоих субъектов Вот оно как В силу этого, активация правителя без присутствия Девы строго запрещена Кроме того, ни правитель, ни Дева не должны знать о подробностях плана церемонии духа Примечание первое Ментальная нестабильность Девы Была признана причиной буйства правителей Требуется разработка мер противодействия Типа, если психически неустойчива Дева Возможно, это и произошло с Алфином Возможно, он и впал-то в буйство Из-за ментальной нестабильности на Оре Примечание второе При изменениях в плане текущего субъекта Лишится регистрации в качестве Девы И будет возвращен домой Ну и как бы Все, что мы смогли узнать И, ребят, нам, наверное, пришло самое время сделать небольшой перерыв Буквально пять минут И мы продолжим Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова